Саратов 24 Саратов 24 Саратов 24 Некоторые просто, чтобы сделать селфи, чтобы сфоткаться с ними. Согласна с тобой. Капкейк — это отличное пирожное для селфи, отличное пирожное для поздравлений. То есть туда воткнуть свечку и подарить имениннику — это уже такой отличный подарок. Тем более, когда человек не готов слопать весь торт, например, здесь можно его... А тем не менее, светлые сладости. А насколько актуальным подобный подарок в преддверии праздника 8 марта? Ну, всем известно, что девушки любят сладости. И, конечно же, им нужно дарить сладости самого лучшего качества. О, сладкоежки-дамы! Будьте внимательны. Сейчас мы расскажем, из чего состоят эти угощения. И знайте, что вот раз в год на 8 марте точно можно позволить такую слабость. Из чего сделаны эти капкейки? Что в составе? Ну, в составе капкейков, естественно, входит мука, яйца, масло, сахар. Это основа для любого капкейка. А потом уже... Ну, как для любого бисквита. Для любого бисквита, да. Вот сейчас показали нечто другое, да. А вот капкейки, я так понимаю, это вот подобные изделия. Вот это красота, Юль. Вот это капкейки. Вот, теперь все понятно. Теперь все стало на свои места. Прекрасно. А на другой тарелочке что у нас представлено? На другой тарелочке представлены меренга или безе. И макаронс. Давайте... Насколько я знаю, макароны... Макароны. Люблю макароны. Кому чего болит. Да, макаронсы очень сложно приготовить, потому что в составе идет какая-то магическая мука. Да, то есть макаронс вообще считается одним из самых сложных десертов по изготовлению. И здесь сложность не только в составе ингредиентов, но и в их изготовлении, в процессе изготовления. В состав макаронса всегда входит миндальная мука, яичный белок, сахарная пудра и начинка. Весь вкус макаронс придает, конечно же, начинку. И здесь уже много нюансов. То есть это может сделать начинку из бельгийского шоколада, из фисташковой пасты, из кремовых каких-то начинок. У нас какие представлены? Я просто уже потираю руки потихоньку и думаю, что же мы сможем сегодня, если не попробовать, то хотя бы понюхать. У нас представлены лавандовый макаронс, макаронс с шоколадом, фисташковый макаронс, ванильный с бурбонской ванилью и клубничный. Ну вот если со всеми более-менее понятно, то вот что за первый был макаронс? Фиалка? Лаванда. Лаванда, да. Там сахар специальный? Нет, там сливки, которые настаиваются на семенах лаванды. За счет этого лаванда передает сливкам весь свой аромат и в последующем уже сливки используются для приготовления начинки. Скажите, а цветовая гамма отражается как-то на вкусах или вот нет? Вот, например, розовенький. Да, розовенький макаронс, он, конечно, представлен с клубникой. Лавандовый – это сиреневый макаронс, коричневый макаронс – это шоколадный, зелененький, это фисташковый, белый – это ванильный. Вот, и, как правило, всегда производители стараются придерживаться цветовой гаммы, чтобы был не только вкус соответствующий, да, но и картинка у макаронс тоже была подходящая под этот вкус. А насколько это безопасно, красители добавлять? Максимально безопасно, Юля. Максимально безопасно? Вопрос от редактора. Нет, я цитирую. То есть тут уже все зависит от производителя. То есть, как и любой ингредиент, красители могут быть разного качества. Есть красители, которые максимально отвечают сертификатам безопасности, вот, а есть красители, которые не очень хорошие. Тут уже все на солнце. А на самом деле, я знаю, что французская кондитерская «Ля Дуре» выпускает каждый год вообще коллекции этих макаронс, которые все время разного цвета. Какие модные будут вот сейчас, в этом году? Ну, в этом году модные тенденции – это цветочные тенденции, то есть опять возвращаемся, как у нас представлены лавандовые, с ароматом розы, с ароматом свежести, мятные какие-то такие вкусы. То есть все такое натуральное, все такое романтичное и в цветах, и во вкусах. Друзья, у нас есть специальный сюжет, который посвящен десертам. Давайте сейчас к этому сюжету обратимся, а после чего мы вот этими вот десятью пальцами и двумя руками попробуем украсить эти десерты так, чтобы, ну, придать им индивидуальность и, естественно, настоящий такой товарный вид. Да. Мода на торты. Она тоже существует. Причем каждый год кондитеры вынуждены придумывать что-то новое и оригинальное, чтобы завлечь гурманов. В этом сезоне приветствуются эксперименты. Например, сок шпината и сельдереев пирожных. На смену фундуку и миндалю приходят тигровые орехи, которые, как говорят, богаты на клетчатку и способствуют похудению. Также в этом году специалисты прогнозируют возвращение уже подзабытых было потребителями эклеров. Еще модельеры от кондитерского бизнеса предлагают достать из архивов рецепты далекого прошлого. Это торты, пирожные, пряники, выполненные в этническом стиле с добавлением в них разных зерен, семян, круп или даже бобов. В нынешнем сезоне грядет и перемена цветовой гаммы. Если в прошлом году это был зеленый цвет авокадо и трав, то в этом году в моде оттенки свеклы и фиолетовые тона. Но все это не касается свадебных тортов. Здесь совсем другие тенденции. В тренде будет асимметричность свадебного десерта с сочетанием круглых и квадратных коржей. А в украшении используются мотивы 50-х годов прошлого века. Нежные оттенки, роскошные розы, пионы, ленточки, банты, а также золото и серебро. В общем, сплошная романтика. Друзья, мы продолжаем это утреннее шоу «Автопилот». Надеемся, что наш сюжет позволил вам вникнуть в гастрономическую тему как можно более основательно. А сейчас мы уже надели специальные кондитерские перчатки с Юлей Астаховой. Готовы к бою. Мы сейчас будем украшать капкейки. Мы уже выяснили, что капкейки – это вот такая замечательная выпечка. Можно так назвать? Да, конечно. Выглядит безумно аппетитно, но требуется декор. Слушай, как она пахнет. Я теряю волю, как я чувствую этот запах. Что у нас есть для того, чтобы украсить капкейки? Расскажите. Капкейк, не капкейк, без кремовой шапочки. И это самый главный элемент декора капкейка. Крем мы будем использовать на основе маскарпоне и сливок. Опять она за это? Опять она за вот эти вещи? Вы придерживаете меня следующее, что может рухнуть в оба? Я могу упасть. Что же это тебе? Так, это маскарпоне с чем? Маскарпоне, сливки и чуть-чуть сахарной пудры. О-о-о. Так. И тебе, Юля? Нерозовенькая. Так, что нужно делать? Нужно просто красиво выдавить, как я понимаю. Есть ли какая-то технология, да? Или это, ну смотри, шафточку из крема делают по кругу. Откуда начинаем? Из центра? Давайте я сначала покажу. Давайте. Вот отличное решение. То есть мы ставим, выдавливаем крем в центр и постепенно по спиральке. Крема должно быть много? Тут уже на усмотрение декоратора, да. Так, Лена делает очень легко и быстро. Я боюсь, что у нас будут некоторые проблемы с Юлей. А можно такие вот по чуть-чуть там допустим? Можно по чуть-чуть сделать. А как ослабить ход? Где тормоза? Да, вот, отлично. Сережа мне возьмут. Кстати, это вот одна из современных тенденций вот таким вот мини-шапочками украшать капкейк. Понятно, Сереж. Ну, у меня получилась одна шапка. У тебя тоже отлично все получилось. Да? Спасибо. Возьмем тебя в кондитер. Да, я с удовольствием. Так, ну у меня тут не совсем. Все очень. Я решила заморочиться, друзья. И поняла, что, в общем-то, надо было как Сережа поступать. Надо было идти простым путем. Но зато это такой ежик получился. Есть его сразу и запивать кремом потом. Сразу из кондитерского мешка. Знаешь, Сережа, ты старалась. Ты молодец. Вот. Вот смотри. Да. Мне кажется, у нас все получилось. Друзья, если вы этим утром завтракаете и вдруг нашли капкейк и нашли крем еще в кондитерском мешке в таком, то повторяйте за нами. Но на самом деле это не единственное украшение для капкейков. Что еще мы будем использовать? Да. А капкейки можно украсить ягодами. У нас сегодня представлена здесь черника. Можно украсить различным сахарным декором. То есть это шариками разного цвета, разного размера или цветным сахаром. Этот цветной сахар, друзья, напоминает золото. Так что если у вас вечеринка в золотом оттенке, то имейте в виду, сахар можно вот такой. Это коричневый, наверное, да? Моему ежу подойдет. Золотой еж. Вот сейчас есть тенденция украшать минималистично капкейки. То есть мы больше не устраиваем вот этот взрыв красок, как обычно на Пасху мы устраиваем. Курич опустили во все, чтобы его достали, и вот он остренький. Да, да, да. То есть сейчас в моде, в декоре не только капкейков, но и в декоре тортов это минимализм. Поэтому обычно используется какой-то один вид декора на ваше усмотрение. Сереж, ты какой выберешь? Продолжите, можно ли? Я мечтаю, на самом деле, посыпать вот так вот прям золотом. Золото моё. А, ладно, договорились. Да, у тебя же золотой ежик. Ну, а я попробую украсить вот белыми шариками. Это сахар, правильно? Да, это сахарные шарики. Их тоже можно есть, они не только для декора. Да. А где все это можно приобрести? Или это все нужно изготавливать вручную? Все ингредиенты можно приобрести в кондитерских магазинах или заказать из Москвы, например. Ну, то есть сейчас с этим все в порядке? Сейчас, да, все с этим в порядке, то есть... У кого самые ровные бусики? У кого? Ни у кого, потому что у меня все очень и очень... Юль, ну у тебя просто потрясающий капкейк. У тебя очень сильный, а у меня просто добрый капкейк. Да, он такой добряк, причем Юль, как истинная провинциальная модница, надея сразу все лучше. Это корзина цветов, она преобразилась у меня. А сначала это был еж, у меня все менялось с течением времени. Очень красиво. Так, а какие капкейки пользуются самой большой популярностью сейчас в нашем городе? Самая большая популярность пользуются фисташковые капкейки. Так, то есть у них в начинке есть фисташки? У них в само тесто добавляется фисташковая специальная паста, капкейки приобретают такой весенний зелененький оттенок, а в начинку внутрь кладут малиновый конфи и делают еще шапочку из фисташкового крема. Вот это ничего себе. У нас капкейки тоже с начинкой, верно? Сегодня здесь шоколадные капкейки и внутри шоколад для того, чтобы они были гипершоколадные. То есть там как ганаш такой шоколадный, который будет растекаться по вашему рту, когда вы будете его есть. Друзья, мы на самом деле в нетерпении, чтобы попробовать эту историю, но, естественно, мы в кадре это сделать не сможем, потому что как мы потом будем вести эфир еще. Но вы, в принципе, можете повторить такую историю у себя дома. Причем, как вы понимаете, техника предельно проста. Можете нам только рассказать, как выпекать, на каких температурах и достаточно для домашней духовки. Для изготовления капкейков в домашней духовке вполне достаточно. То есть выпекаются они при температуре 130-140 градусов в зависимости от вида теста. Ну и, в принципе, крем для капкейка легко взбить в обычном домашнем миксере. Пока Сергей продолжит декорировать капкейки и выложит их на специальную тарелочку... Так вот она легко распорядилась моей судьбой. Мне хотелось бы, потому что у меня есть вопрос, и я хочу его задать. Есть, считается, что существуют такие истинно-мужские десерты. Например, с добавлением жгучего перца, те же самые капкейки или шоколад. Вот это все сами мужчины придумали, что это для них? Или действительно есть такое поверье, и так действительно... Вот так гениальное все просто! Она просто молча воткнула макарон в капкейк, и это стало лучшим десертом этого утра. Так, насчет мужских десертов. Почему мы решили сделать так же? Существуют ли действительно мужские десерты, и правильно ли мы понимаем, что это вот... Все зависит от ингредиентов, например, добавления жгучего перца или еще каких-либо приправ? Чисто мужских. Ну, мужчины вообще известны сладкояшки, но они об этом это тщательно скрывают. Вот. И завуалированно они, естественно, пытаются как-то придать тем сладостям, которые они кушают... Да, это мы придумали шоколад с салом. Брутальности. Брутальности. Вот. И максимально... Смотрите, как он украшает. О! Видите? Я говорю, что это... Запатентовать надо. Он повторяет, между прочим, за мной. За тобой, да. Вот. И да, мужские, чисто мужские десерты, которые очень охотно раскупаются мужчинами. Это брауни с вишней, с мега шоколадной брауни. Это макарон с перцем, например, и с шоколадом. Но, в принципе, мужчинам не чуждо и нежные десерты. Например, панакотт очень нравится. Началось. А то, Сережа, уже приуны. Я же говорю, готовились к весне. Второй день диеты. Панакотта, капкейхи, макаронцы. Друзья, удержаться практически невозможно, но мы не будем себя сдерживать. Сейчас небольшая рекламная пауза, после чего мы к вам вернемся. А у нас в гостях сегодня был человек, который знает абсолютно все про кондитерские изделия. Знает, как их выбрать, как приготовить, как подобрать нужные украшения. И самое главное, как потом это все слопать. Сейчас ты нам как раз таки и покажешь. Елена Реутова была у нас в гостях. Руководитель кондитерской по изготовлению сладостей и ручной работы. Спасибо тебе большое. Я уже заикаюсь. Утро банки стало добрым и вкусным. Друзья, скоро вернемся к нам.